Данил Владимирович Бессарабов 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 Это повышенный ажиотажный спрос. Если вспомнить первые недели ковида и локдауна, когда люди тоже с полоксию сметали, в том числе лекарства и продовольствия, и средства индивидуальной защиты, но потом все выровнялось, все выстроилось и все появилось. То же самое мы сейчас имеем. Допустим, по отдельным препаратам, которые сегодня звучали, спасибо вашим журналистам, были, я надеюсь, сюжет будет в открытом доступе, все могут услышать, кто бы какую позицию не занимал. О чем мы говорили? В феврале один объем закупок препарата, а февраль в 5-6 раз больше. Люди, это можно понять, эти страхи и риски, о том, что пропадет лекарство жизненно важное, необходимое для человека ежедневное прием, обеспечивая его существование. Закупились на полгода вперед. Ну, конечно, к этому тяжело подготовиться в обычном режиме, это и логистика, это и продажи, это новые, надо произвести препараты, довести и обеспечить, но тем не менее регион к этому готов. Хочу вас заверить, что система функционирует уверенно, заключенные контракты, и сегодня они обеспечиваются реальными поставками по стационарам, по амбулаторному звену, по льготе, тем льготникам, которым положены препараты, будут обеспечены. Активно ведутся переговорные процессы с нашими поставщиками и фармпроизводителями, там, где есть острота каких-то по отдельным препаратам, министерство активно мониторит и взаимодействует с поставщиками. Поэтому я хотел бы всех в этой части успокоить, но и те меры, которые государство предпринимает на законодательном уровне, на уровне поддержки фарминдустрии, они направлены на то, чтобы нам не только сейчас это путем любой ценой это сделать, официальными, неофициальными поставками, Ну и самое главное, возродить нашу промышленность, профинансировать дополнительно, поддержать фармпроизводителей, они попали в число системообразующих компаний, которые сегодня получают дешевые инвестиционные кредиты для того, чтобы обеспечить их деятельность. Мы, я знаю, активно прорабатываем странами Китая, Индии, как традиционные поставщики субстанций для производства лекарственных средств, новые контакты для того, чтобы это делать, импортозамещение во все идет. С одной стороны. С другой стороны, мы четко принимаем законы, которые направлены на то, чтобы вот даже импортные препараты, облечить их доступ на отечественный рынок, упростить процедуры регистрации новых лекарственных средств и медицинских изделий, чтобы они поступали в упрощенном порядке на наш рынок. Не надо будет уже переупаковывать иностранное производство лекарства, перемаркировывать, достаточно этикетку налепил и отправил на розничный рынок. То есть такие моменты, которые когда-то вот жестко регулировались, регламентировались на пользу дела, но сейчас их надо убирать, потому что они мешают вовремя появиться в лекарственном средстве, дойти до потребителя. Одновременно принимая меры на то, чтобы контроль ценового сговора, цены растут и порой необоснованно, в части ЖВЛНН, то есть жизненно необходимых вознейших лекарственных средств, государство регулирует и вопрос оптовой надбавки, розничной надбавки, выше нельзя, за это суровое наказание. А вот в части аптечного сегмента по другим, но рост спекулятивный, придержали на складе, ажиотаж возник, выбросили, за любую цену сняли. Для этого есть антимонопольная служба, есть Росздравнадзор, не хватает полномочий, давайте добавим, но каждый должен выполнять эти свои обязательства. Вот этим будем заниматься, у нас впереди 7 апреля отчет представителя правительства, вопросы обеспечения лекарствами, продовольственная безопасность, вопросы подготовки к посевной будут первоочередные для депутатов Госдумы и будем спрашивать с правительством. Данил Владимирович, еще один вопрос, который у вас тоже на контроле, я знаю, что вы в Павловске, если не ошибаюсь, были на спортивной площадке, тоже связанной по-своему со здоровьем, но тем не менее, если, опять же, мне не изменяет память, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа должны появиться у нас в Алтайском крае, так ли это на самом деле, и вот что сейчас происходит на этих площадках? Два объекта, это Павловск, это Тальменко, это переходящие с прошлого года, они у нас должны были появиться в прошлом году, это федеральная программа, федеральные средства, которые в крае поступили, но в силу разных обстоятельств, оборудование уже на месте, но мы их еще не выполнили, поэтому поехала в Павловск посмотреть, там на территории школы в Павловске микрорайон Ремзавод, школу приводим в порядок, здесь же будет великолепная спортивная площадка, их называют умные спортивные площадки, мы как такой приоритет с депутатами заложили, коллегами по фракции Единой России, заложили около 100 площадок на территории страны, и вот дополнительно в край в этом году еще две площадки придут, посмотреть, что это будет, это футбольное поле с искусственным покрытием, это беговые прорезинные дорожки, это тут же в зимних условиях поле накрывается определенной пленкой, выставляются каркасные быстровозводимые борта для хоккейной коробки, тоже заливается, это волейбольная площадка, баскетбольная уличная площадка, это тренажеры открытые такие для силовых упражнений, для воркаута, разлюнованное поле для, как уже сказал, мини-футбола, для гандбола и соответствующие оборудования, великолепное, новое, конечно, надо делать, поэтому вот от того, что она лежит на складе, невостребована, нужно переходить скорее к тому, чтобы это проявилось у нас в жизни, вот этого буду добиваться, в том числе на этих всех площадках, И в чем еще нюанс? Нас в результате санкционного давления лишили возможности наблюдать международные турниры на территории страны, выезжать нашим сборным командой за рубеж, хотели лишить нас спорта и здоровый образ жизни, не выйдет. Вот мы сейчас возвращаемся, с правительством уже достигли договоренности о том, что высвобождающиеся денежные средства, это 2,4 миллиарда рублей, добавим предметно на детско-юношеский спорт, на массовый спорт, для того, чтобы спорт и инфраструктура спортивная была доступна людям. Вот задача. Поэтому вместо 100 площадок, как я уже сказал, будет 200 площадок. Значит, для Алтайского края добавим. Хорошо, Данил Ильич, перейдем к международным проблемам. Я слышал, что законопроект о парламентском расследовании нахождения биологического оружия на Украине сейчас в Госдуме активно прорабатывается, обсуждается. На самом деле это так? Это не международная проблематика, это проблематика жизни, ровно так же, как вы спрашивали про лекарственные средства, а это то же самое. И, знаете, я не хочу спекулировать, говоря о биологическом оружии, не хочу спекулировать на теме ковида, его природы, происхождения. Много, помните, вот этих рассуждений, это искусственное или это естественное, значит, да. Но ясно одно, что любая инфекция, значит, вирусы, бактерии, они, вот на примере таких вспышек пандемии, они имеют колоссальное значение и угрозу для человечества. Мировая общественность должна быть информирована об этих разработках, и это не закон, это решение Госдумы. Мы организовали парламентское расследование, впервые воспользовались этими полномочиями 14 депутатов Государственной Думы, 14 сенаторов Российской Федерации будут готовить исследовать эти факты, разбились по четырем направлениям. Это, как решение, будет итоговый доклад, будет направлено президенту, правительству страны, генеральную прокуратуру, следственный комитет. Мы обязательно будем информировать международную общественность на эту тему. Замалчивать нельзя. Данил Владимирович, большое спасибо вам за беседу, удачи, до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Данил Владимирович Бессарабов. Спасибо за внимание, до встречи.